Книга «Открытым оком», тема работы, 9 том, вопрос 2300. После ваших посещений местного СИЗО, следственный изолятор, тюрьмы, были ли плоды от ваших проповедей там? Может быть, это видело тамошнее начальство? Или люди, сидевшие там, встречались вам и рассказывали об этом? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не нам судить о плодах, которые могут появиться и не сегодня. 1 Коринфянам 3.7 Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Из тех, с кем лично встречался в тюрьме, приходится иногда встречаться и на воле. Но таких очень мало. Сидят там и батюшки иногда, и им говоришь. Потом даже встречаешься. Но есть ли изменения? Это они могли бы подтвердить. Но они, даже испытав удавку на шеи свои, никак не могут перемениться на лучшие. Вот пример. Сидел в камере отец Владимир Суртаев. Батюшка из села Кытманово Алтайского края. Был осужден 27 марта 1999 года на пять с половиной лет. Отбывал в Рубцовске. Фактически его посадили местные церковники за то, что он якобы присвоил многое из непринадлежащего ему, но что было собственностью епархии. Потом его осудили, он сидел, затем отпустили, и он даже ходил к нам на богослужение. И вдруг исчез. Мне приходилось за него ходатайствовать о пересмотре его дела перед прокурором края. Ходили к нему на дом, но он и против ничего не имеет, но и знаться с нами перестал. Если у него дома настоящая христианская атмосфера, то почему наши не могли ближе познакомиться с его женой, детьми? Он до этого любил нецерковную деятельность и теперь занялся предприятиями. Как ковка железных изделий. У него и тогда было то горшки обжигать на своем предприятии дракон, то иной коммерцией мясо закупать и перепродавать. В этом его епархия обвиняла. Вот выдержка из газеты «Сельский вестник» за 27 марта 1999 года. И еще одним эпизодом хотелось бы дополнить портрет экс-настоятеля Никольской церкви. Уже в тюрьме в следственную комнату вошел широко известный в нашем крае православный проповедник Игнатий Лапкин. В непродолжительной беседе с Суртаевым он посоветовал ему отказаться от неправедно нажитого имущества в Кытмановском приходе и покаяться перед Богом во всех грехах. Молиться и молиться, выпрашивая у Всевышнего прощения. Узник соглашается с доводами проповедника, но только до тех пор, пока за ним не закрылась дверь. После этого Суртаев вновь заявил, «Как же я могу отказаться от всего этого имущества, если оно мое?» Железная логика. И главное, в духе современности. Наворовано значит уже мое собственное. Многие считают, что Суртаева съел приходской совет. И почему же у современных Суртаевых не горит земля под ногами и не разверзнется под ними? Может быть, Бог решил подождать до страшного суда, а он рано или поздно настанет? С. Губенко, следователь РОВД, В. Светляков. Чужая душа потемки. Но вот сам же отец Владимир говорил, как он против меня травил людей еще до ареста. Когда еще его не посадили, а потом он где понял свою ложь, достигло, начал доходить до нужной кондиции. И в его деле много темного. Но что еще настораживает, так это то, что его буквально натолкали, что его буквально толкали, по его словам, в тюрьму сами церковники. И судьба главных его обвинителей такова. Епископ Антоний внезапно умирает в возрасте 41 года. Главный казначей эконом-епархии Аносов Сергей, отец Симеон, вскоре был убит, не дожив и до 30 лет. И благочинный Суртаева, отец Дмитрий Капранов, прото-ирей-ярей, вдруг умирает где-то в возрасте 36 лет. Случайно ли так чисто выметено за этим судилищем? И кто его теперь расследует? Кто будет апеллировать к предстоящему, уже другому суде? Встречал бывших зэков, работающих по приходам, при храмах. Духовного возрождения ни в одном не приметил. Совесть пробуждается у некоторых, но будут ли они дальше работать над душою своей? Анализ крови, шариков, пузатых, каких-то лейкоцитов безобидных, их качество в невыданной зарплате от витаминов, что на столе не видно. Но если радиация коснулась, проникла, поселилась в костный мозг, ты обречен, печать легла на скулах, румянец заменяется на воск. Мне донора замену для артерий не предлагают, да и ни к чему. Меня не будет великаль потеря, кто ощутит тоску по моему уму? Но Иисус, проливший кровь святую из-за мои грехи во искупление, Он сам возможность мне дает такую освоить ныне земное пение. Мне посчастливилось и даже не однажды принять в себя Его живую кровь, единственное средство тем, кто страждет, чья участь ясна и так без лишних слов. Постигнул, наконец, последствия грехов. Страдания вскипели так внезапно, и результат анализов плохой, и жить не с людьми, а с изгнанными псами. Кровь и душа, душа в крови животных, под страхом смерти не вкушайте крови. С раздвоенным копытом жвачные угодны, для них от Авеля все жертвенники строят. Кровь агнцев и тельцов не очищает. Она указывает на Голговский крест, исполосован римскими бичами. Иисус прообразует мой арест. Мой грех, мое безумие омыты, Христовой кровью чистой и святой. Писание пища нам с раздвоенным копытом, всем сотворенным снова в день шестой. 1 июля 2003 год, игла.